Всем привет! Ну что же, пришел момент, когда это можно сказать уже официально. Джонни Депп послал Голливуд и больше туда не вернется. Как, собственно, и к своей роли главного пирата, о чем мечтали многие миллионы. Но нет, актер недавно лично заявил, что Голливуд ему попросту больше не нужен. Рассказал, как большая индустрия по-скотски с ним поступила, как люди, работающие с ним десятилетиями, боялись даже поднять трубку и позвонить, когда Джей Ди попал в опалу и так далее. Так что инсайды, которые появлялись пару недель назад о том, что Депп не желает возвращаться в массовый кинематограф и вместо этого будет работать в Европе, видимо, в более нишевом и авторском кино, теперь подтверждаются на все 100%. Хотя при этом его давний друг и соратник Тим Бертон, по слухам, все еще одержим идеей затащить Джонни в сериал Wednesday. А еще, по забавной иронии, бывшая Деппа Эмбер также уже окончательно оказалась за бортом Голливуда. Правда, не потому, что она так решила, а потому, что у нее больше не осталось другого выбора. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Так что смотрите до конца. Ну что же, так чисто для справки напомню всем вам, что, скажем так, большим бенефисом Джонни Деппа стал недавно закончившийся Каннский кинофестиваль, где актер представлял свой новый фильм «Фаворитка», первый после завершения всех юридических тяжб Джей Ди. «Фаворитка» или «Жанна Дюбари» срежиссирована французским режиссером Май Вен вместе с самим Деппом. Фильм на французском языке, и он рассказывает историю любовницы короля Людовика XV Жанны Вобернье. Ну и, конечно же, еще перед началом Канн, когда стало известно, что именно это кино откроет всемирно известный кинофестиваль, оставшиеся еще кое-где поклонники Эйч взбунтовались, мол, вот-вот, Каннский кинофестиваль поддерживает тиранов, ну и весь этот бред. На что ответил личный директор кинофестиваля Тьерри Фремо, сказав, что не считает, что такое решение является противоречивым. «Я вообще не считаю этот фильм спорным выбором, потому что если бы Джонни Деппу запретили работать, все было бы по-другому, но это не так», — сказал Фремо. «Мы знаем только одно — это система правосудия, и я думаю, что он выиграл свой процесс». Но, в конце концов, фильм не о Джонни Деппе. Что же, 16 мая в результате таки прошла премьера нового фильма Джонни, который открыл Канны. Более того, Депп был заметно взволнован, когда его новый фильм «Жанна Дюбари» получил 7-минутные аплодисменты. Так что многие заметили, что ветеран кино даже не смог сдержать слезы, что в целом абсолютно понятно. Особенно, если вы студент, тогда, вероятнее всего, слезы вам тоже сдержать сейчас сложновато, ведь летняя сессия в самом разгаре. Но, спокойно, у меня есть для вас палочка-выручалочка. Work5 консультирует по написанию курсовых, дипломных или любых других студенческих работ. Более миллиона и 600 тысяч пользователей уже воспользовались услугами компании, так что Work5 — это крупнейший сервис подобного рода. Поэтому он предлагает низкие цены и короткие сроки. Оформить заказ очень быстро и легко. Заполните короткую форму с требованиями на сайте, где сразу увидите стоимость. Менеджер подберет вам специалиста с опытом в предмете. И даже если у преподавателя появятся правки, их внесут бесплатно и доведут работу до конца, чтобы вы точно получили хорошую оценку. Оформите заказ прямо сейчас со скидкой 15% по промокоду MOVIE5. Если же по видео, то вот дальше начались откровения самого Джонни, которые посыпались из него, как из рога изобилия. Видимо, актер все-таки слишком долго молчал и теперь решил, что можно наконец-то сказать всю правду. Как, кстати, можно и даже нужно наконец-то подписаться на наш канал и жмякнуть колокольчик, если еще этого не сделали. Жмите прямо сейчас. Так вот, Джонни начал с вопроса о том, чувствовал ли он, что голливудская индустрия отвернулась от него. Чувствовал ли я, что голливуд бойкотирует меня? Ну, у вас не должно было быть пульса, чтобы почувствовать в тот момент, что все это было просто странной шуткой. Чтобы почувствовать, что нет, ничего этого не происходит. На самом деле это просто какая-то странная шутка. Вы спали 30 лет, так что просто позвольте странностям начаться. Конечно, вы знаете, я имею в виду, когда вас просят отказаться от фильма, который вы делаете из-за чего-то, что представляет собой просто набор гласных и согласных, витающих в воздухе. Да, вы чувствуете себя немного бойкотированным, иронично отметил Джонни. И после этого сразу добавил, как обстоят дела сейчас. Чувствую ли я себя бойкотом сейчас? Нет, абсолютно нет. Я не чувствую бойкота, потому что не думаю о Голливуде. Я не чувствую особой нужды в Голливуде, не зная, как вы, подытожил Джонни. Чем, конечно же, и порадовал, и очень расстроил своих поклонников. С одной стороны, многим было приятно слышать, что опала их любимого актера наконец-то завершилась, но с другой, по сути, Депп прямо дал понять, что больше не нуждается в возвращении в Голливуд. Что, кстати, сообщил еще более месяца назад голливудский репортер, ссылаясь на свои источники, мол, Джонни Депп не хочет возвращаться обратно в большое кино, что он крайне разочарован тем, как индустрия себя с ним повела, и что сейчас, когда многие студии и кинобоссы опять заинтересованы в сотрудничестве с актером, сам он от такого сотрудничества отказывается. Вот вам, кстати, и ответ на вопрос, а сможет ли Джонни еще хоть раз воплотиться в пиратского предводителя. Ну, знаете, эта тема регулярно всплывает в сети после очередного типа инсайда, или какой-нибудь фразы Джерри Брукхаймера о том, как он все еще хотел бы увидеть Деппа в роли Капитана Воробья. Что же, как мне кажется, ответ тут уже просто очевиден. Нет, нет, еще раз нет. Этого, увы, не произойдет, как бы нам с вами не хотелось. И дальше, кстати, сам Депп немного объясняет, почему он теперь так категоричен в отношении голливудской индустрии. Актер сказал, что он не совсем понимает, когда в прессе пишут о его возвращении. Я все время думаю о слове возвращение, потому что я никуда и не уходил, отметил Депп на пресс-конференции. Я жил примерно в 45 минутах езды. Возможно, люди просто перестали звать меня из-за своего страха в то время, но я никуда не уходил. А теперь им всего наилучшего и надеюсь, что вы одобрите эту идею, добавил актер. Продолжив, что он больше не намерен плясать по чужую дудку и постоянно под кого-то или что-то прогибаться, это очень странное и забавное время, когда все хотели бы быть собой, но не могут, потому что должны соответствовать тому, кто перед ними, сказал Депп. Если вы хотите следовать этой линии, удачи вам, а я буду на другой стороне. Ну то есть актер снова и снова давал понять, что с него хватит и что после всего пережитого его желание вернуться обратно в большое кино равно примерно нулю. Кстати говоря, Джонни может себе такое позволить, ведь да, с одной стороны, конечно, некогда более чем расточительный и это еще мягко говоря сказано образ жизни, а также тяжелый развод и все, что последовало за этим, все это очень сильно опустошило банковские счета актера, но в целом, например, недавно он заключил новый контракт с брендом Dior и их ароматом Sauvage, который Депп представляет, кажется, еще с 2015 года. Мы уже говорили, что во многом именно из-за своего амбассадора Sauvage стал самым успешным продуктом в парфюмерной линейке Dior и вообще самым популярным ароматом в мире. Так что, конечно, компания очень довольна таким сотрудничеством, и вот недавно она продлила контракт с JD, заключив его еще на пару лет и 20 миллионов долларов, что сделало данную сделку чуть ли не самой крупной между голливудским актером и парфюмерным брендом. Так что Джонни вполне может себе позволить жить, как ему хочется, и послать подальше всех голливудских воротил с их лицемерием, двойными стандартами и надуманными правилами, которые решили в свое время, буквально еще пару лет назад, уничтожить карьеру своего якобы некогда друга и партнера просто на основе того, что сейчас сам Джонни назвал набором фантастических выдумок. «Что касается меня и моей жизни, то большая часть того, что вы читали, нереально ужасающе написанная фантастика», сказал Депп вместе со своей партнершей по фильму и режиссером Май Вен. «Это все равно, чтобы задать вопрос, как дела, но в подтексте при этом скрывалось, боже, я тебя ненавижу. Вы понимаете, что я имею в виду. Вот что такое средство массовой информации». Также Депп добавил, что общественное восприятие его личной жизни основано исключительно на том, что он назвал выдумкой, созданной в залах суда Вирджинии и Лондона. И знаете, кажется, теперь это понимают уже все, даже те, от кого подобного ожидать уж точно не приходилось. Я говорю о том интересном случае, что произошел здесь же в Каннах с хорошо известной всем нам Бри Ларсон. Дело в том, что в этом году Бри немного немало заседала в жюри фестиваля, а еще она числилась в рядах приятельниц Эмбер Хьюард, ну и вообще Ларсон страстная, по крайней мере официально, защитница прав женщины и все такое. Так что один из журналистов решил воспользоваться подобным моментом и на пресс-конференции. Перед началом самого фестиваля, видимо, в поисках скандала и сенсации, решил задать Ларсон вопрос, будет ли она присутствовать на премьере нового фильма Джонни Деппа Жанны Дюбари, учитывая то, что Ларсон публичный сторонник и защитница организации Таймзап и все такое. Но на удивление, Бри вдруг оказалась кроткой, как огнец божий. Она сделала круглые глаза и сказала, что вообще не понимает связи между фильмом Джонни и ее личной позицией, а также продолжила чем-то невнятным, типа, вы увидите, буду ли я смотреть данное кино и я не знаю, как буду себя чувствовать, если это сделаю. Ну то есть Бри просто явно слилась, вообще никак не желая вступать, пусть даже в потенциальную и эфемерную конфронтацию с Джонни. Видимо, дружба дружбой, но когда видишь, чем все это закончилось для самой Хёрд, предпочтительнее все-таки держать язык за зубами. Что, конечно, вообще не вяжется с той супер дерзкой риторикой, которая была у Бри ранее, но видите, даже так бывает. И, кстати, раз мы уже заговорили о Хёрд, тут нужно упомянуть пару слов о ней. Как вы прекрасно уже слышали, Эмбер также покинула Голливуд, но, правда, не потому, что она так решила, а потому, что просто в Голливуде она больше вообще никому не нужна. Так что актриса сбежала в Испанию, где, как пишет сейчас испанская пресса, Эмбер Хёрд обосновалась в Мадриде, а именно в Эльвизо в роскошной вилле площадью 200 квадратных метров стоимостью почти 2 миллиона долларов. Район Мадрида, где теперь обосновалась Хёрд, считается элитным, его часто посещают знаменитости испанские и мировые, и вот там Эмбер и купила себе виллу почти за 2 ляма. Так что Эйч оказалась явно не такой бедной во всех смыслах слова овечкой, как хотела казаться. Но в большое кино при этом ей путь однозначно заказан, и кажется, она сама уже с этим смирилась, а вот зато если верить англоязычной прессе, то Тим Бёртон все еще не смирился с тем, что он не может снять Джонни Деппа в своей семейке Адамс, или точнее сериале «Уэнсдэй». На прошлой неделе мы говорили о том, что Тим якобы до сих пор страстно желает сделать Джей Ди одной из главных звезд этого сериала, чем даже вызвал гнев юной Джанны Артеги, исполнительницы роли «Уэнсдэй». Что же, сложно сказать, получится ли что-то у именитого режиссера и согласится ли Депп работать с Нетфликсом, но как минимум очень этого хотелось бы, в конце концов, Нетфликс это все-таки не Голливуд. В общем, посмотрим, как там сложатся события дальше. Если не хотите ничего пропустить, подписывайтесь на наш канал, а также переходите в наш телеграм, там еще больше оперативных новостей. Спасибо всем за просмотр и всем пока!